В эфире новости Эксперт ТВ мы продолжаем. Многие аналитики считают, что проводимая Центробанком денежно-кредитная политика способствует замедлению темпов роста экономики России. Так ли это на самом деле, я спрошу у бывшего заместителя председателя Счетной палаты России Юрия Булдырева. Юрий, добрый день. Здравствуйте. Ну как вы считаете, вот та политика, которая проводится сейчас в ЦБ, она действительно влияет и замедляет темп роста экономики нашей страны? Я отвечу так, я не отделяю Центральный банк от президента, парламента и правительства, потому что совокупная политика проводится как единая. Я поясню, что я имею в виду. Вот если вы не втягиваете страну в ВТО, а держите, например, высокие таможенные пошлины на ввоз, например, какого-то оборудования, то вы можете проводить разную кредитную политику. Можете такую, можете другую, можете третью, и, соответственно, вы разными способами можете создать условия для производства, для сбыта, для рынка и так далее. А вот если вы втянули страну в ВТО, то вот как хотите, умрите, выживайте, ну уж будьте добры, обеспечите, чтобы у нашего производителя, у нашего предпринимателя, у нашего менеджера, собственника и так далее завода, ставки по кредитам были не хуже, чем у конкурентов. Вот внятно я формулирую, да? Еще раз. Не втягивали бы вы в ВТО? Да делайте, как хотите. 25 способов. Можно держать 120 ставку по кредиту и при этом обеспечить рентабельность производства. Можно оставить управляемую инфляцию. Но если вы пошли на это, если вы полностью открыли рынок, то вы умрите, а сделаете и кредитные условия, и налоговые условия, и лизинговые условия, и прочие, не хуже, чем у конкурентов. А этого нет. Мы согласны, в том-то деле, что сейчас в стране очень высокие, запредельные, просто можно сказать, ставки по кредитам. И это душит бизнес, они не могут развиваться. Как вы считаете, какую политику должен проводить ЦБ для того, чтобы все-таки ставки были снижены немножко? Я бы сказал так, в российском понимании это не душит бизнес. Это душит бизнес в понимании Генри Форда, который отделял производительный бизнес, дело и вот все прочие финансовые спекуляции и прочие. Финансовые спекуляции не душатся. Душится реальное производство, реальный сектор экономики, который, кстати, по прогнозам даже и Всемирного банка, просто как факт, у них это в прогнозе записано, после вступления России в ИТО будет иметь очень серьезные сложности, уже даже по одному тому факту, и должен будет сократиться. Вот реальный прогноз. Мы ведь сейчас говорим о развитии бизнеса, а развитие бизнеса невозможно без кредитов. То есть они все практически сейчас живут на заемные средства. Да, Эльза, простите, что я чуть не прямо отвечаю на ваш вопрос, но я специально хочу подчеркнуть. Не бизнес душится. Бизнес цветет. Душится реальное производство, от которого зависит развитие благосостояния страны. Значит, какую процентную ставку проводить? Значит, совершенно однозначно. Сегодня просто в одиночку, Центробанку сделать ставку 0,5% ни к чему хорошему не приведет. Потому что, привожу вам пример, сын моего знакомого получил место по физике постдока в Гарварде и не имея никакой кредитной истории, вот сейчас, буквально несколько месяцев назад, получил кредит на 30 лет по фиксированной ставке на покупку жилья, после уплаты всех, включая юристов, 3,801 годовых на 30 лет фиксированная ставка. Скажите, это коммерческое решение или некоммерческое? Даже для США это абсолютно некоммерческое решение. Что говорить о нас? То есть, если мы хотим давать кредиты реальному производству, мы хотим давать кредиты под реальную ипотеку тем, кому надо давать, физикам, лирикам и так далее, мы должны из той сердюковщины, в которой мы живем, когда кругом все золото, бриллианты, армия рушится, а это же не только в армии, это и в Центральном банке, и везде все одно и то же. Мы из этой сердюковщины, извините, путевщины, должны, там, и медведевщины, должны перейти в строгое, жесткое, репрессивное по отношению к финансовым механаторам государство. И тогда действительно можно снизить ставку для реального производства до 0,5, но жестко, извините, с автоматом смотреть, чтобы ни одна копейка этих денег не ушла налево, только в реальное производство. Но ведь для этого Банк России должен прежде всего снизить ставки, правильно? Нет, к сожалению, нет. Для этого и Банк России, и правительство, и административный президент, вся система власти должна быть принципиально иной. Она должна быть ориентирована не на благосостояние чиновников и политиков незаконными методами, а моральными методами, она должна быть ориентирована на выживание страны, на развитие страны. Этого нет. Без этого что-то не делая со ставкой Центробанка, лучше стране не станет. То есть сейчас получается, что в нынешних условиях мы ничего не сможем изменить? Совершенно верно. И финансовые власти у нас ничего не могут сделать для того, чтобы ставки для бизнеса были ниже, чтобы развивался бизнес и развивалась экономика? Наверное, финансовые власти могли бы сделать, но только совместно с президентом, парламентом и правительством. Простой пример. Держать низкую ставку процентную по кредитам и удерживать инфляцию в условиях, когда правительство и президент запускают инфляцию издержек за счет роста тариф на ЖКХ, на топливо, на инфраструктуру и так далее, невозможно. Это абсурд, это бессмыслица. Это тоже невозможно. Значит, вы должны делать простую вещь. Либо вы должны решать проблему комплексно, либо, если вы говорите о роли только Центрального банка, Центральный банк, конечно, может попытаться быть единственным хорошим во всей этой разложившейся системе. Но у него нет оснований быть хорошими, потому что все те, кто управлял нашей финансовой сферой и 10 и 15 лет, до сих пор продолжают это дело. Все те, кто давали дефолты и так далее. То есть нет никаких кадровых оснований для того, чтобы там вдруг возникли иные мотивы, и вдруг именно Центробанк выступил спасителем страны. Для этого нет основы. Ну какие шаги сейчас может регулятор принять, скажем? Еще раз. Шаги не регулятора. Шаги, прежде всего, должны быть президента парламента, правительства и тогда регулятора. Хорошо, все власти политических и финансовых. Прежде всего. За что отвечает у нас Центробанк? За устойчивость рубля. Тьфу, никому неинтересно в реальном производстве устойчивый рубль или неустойчивый. Интересно, чтобы были созданы условия для получения прибыли от реального производства. Значит, цель деятельности Центробанка, о чем мы и 15 лет назад говорили, когда еще закон принимался в 1995 году, я был в Совете Федерации. Цель деятельности Центробанка должна быть четкая и ясная. Наилучшие условия, не вообще даже для развитой национальной экономики, а наилучшие условия для производительного сектора национальной экономики. Начинается с цели. Будет иная цель, иная кадровая политика, иные критерии оценки деятельности руководителя Центробанка. Ну и еще раз покончить с Сердюковщиной везде. И у президента, и в парламенте, и в правительстве Центробанка. Если вот этот комплекс решать, то можно запустить производство, можно жить и работать. Как вы считаете, почему наставка рефинансирования выше уровня инфляции? Вообще нормально ли это? А кто вам сказал, что выше уровень инфляции? Вы верите в ту статистику, которую он публикует? Ну, в принципе, это официальная статистика. Это абсурд. Это просто абсурд. Значит, реальный уровень инфляции, вы понимаете, он многолик. Для одних слоев население один, для других слоев другой. Для одних видов производства он один, для других видов производства другой. Значит, если производство энергоемкое, то инфляция никак не может быть не привязана к росту тарифов на энергию. Значит, реальная инфляция существенно выше ставки Центробанка. Еще раз подчеркиваю, Центробанк виновен, но он не единственный виновный. Но ведь реальные цифры 8,25 – это ставка рефинансирования, и 6,4% – это инфляция. Примятно, к первому – это действительно реальная цифра. Примятно, к второму – это цифра, извините, дутая, накрученная, сфальсифицированная, имеющая малое отношение к реальности. Но хотя вы всегда можете подобрать такой набор товаров, если постараетесь, по которому ставка будет и 4%, и даже 3%. Если вы постараетесь схимичить, вы можете это сделать. Но это не имеет отношения к реальной инфляции. Особенно вы меня спросили о производстве. Примятно, к реальному производству инфляция существенно выше. Ну а почему в других странах ставка рефинансирования гораздо ниже, чем уровень инфляции? Ну, начнем с того, что, извините, такого бардака, такой, опять же, сердюковщины, такой вот африканской, знаете, страсти к роскоши, демонстративной страсти и наплевательству на общество, вообще мало где есть в мире. Не так много где есть. Вы же меня спрашиваете не об отсталых африканских странах. В отсталых африканских странах может быть все, что угодно. Я вам приду пример. У нас с июня 98-го года, с июня 98-го года, и до, по-моему, июня 99-го года ставка Центробанка была примерно одинаковая, 60-55%. Но она держалась искусственно. Она не имела отношения к ставке по выдаче реальных кредитов. Понимаете? Что хорошо? Что сегодня у нас ставка не искусственная. Это вроде как хорошо. Но для того, чтобы вытащить самим себя за волосы, для того, чтобы запустить производство, и в условиях ВТО, подчеркиваю, создать условия для нашего производителя не хуже, чем у конкурентов, нам нужно сделать для реального сектора экономику ставку искусственную, искусственно низкую. А для этого, извините, должен быть репрессивный аппарат с автоматом, который не даст ни копейки увезти налево. Никуда не деться. Ну, какая ставка, на ваш взгляд, была бы достаточно такой, ну, для бизнеса оптимальной? Отвечаю. Значит, для разных бизнесов разное. Первое. Второе. Для высокотехнологичных бизнесов, там, турбинов делаете три года, да? Значит, вопрос не только ставки, но и продолжительности кредита с неизменной ставкой. Третье. Ставка неразрывна с другими условиями для бизнеса. Еще раз. Налоги, лизинг для серьезного производства, скажем, регулирование в области стандартов, стандартизации. Это все вещи связанные. Что-то может одно компенсировать другое. Скажем, у вас может быть ставка хуже, чем у конкурентов, а у налоги лучше или наоборот. То есть нет такого, что вот мы одно назвали, это волшебная палочка. Я подчеркиваю, совокупность условий должна быть такой, чтобы не было, как вот у Россельмаши. На Россельмаши производство комбайнов стагнирует, а эти же комбайны этот же человек производит в Канаде. Там за четыре года у него производство увеличилось в два раза. И он показывает по пунктам. Вот по совокупности этих факторов условия в Канаде лучше, чем в России. Вот еще раз. Не было бы ВТО, можно было бы крутить как угодно. ВТО есть, будьте добры, по совокупности параметров обеспечить не хуже, чем у конкурентов. Иначе вы враги, иначе вы предатели, иначе вы никому не нужны. Насколько длинные должны предоставляться кредиты? Ну, опять же, для разных производств разный. Для торговли они там и полгода достаточно, может быть. А для производства, скажем, если вы хотите создать серьезное авиастроение, чтобы наши граждане летали на наших самолетах не хуже Боинга, у вас кредит должен выйти по 20 лет. Конечно, да. В зависимости от того, если вы хотите примитивную экономику, короткие кредиты. В зависимости проекта. Примитивная экономика, короткие кредиты, сложная, современная, высокотехнологичная, длинная. Но не должно быть такого, что на них можно паразитировать. То ли и шаг умрет, то ли и мир. Никуда не деться. Все современные интенсивно развивающиеся государства, будь то Япония, Китай, США, Германия, чрезвычайно репрессивные во всем, что касается финансовых махинаций и увода инструментов развития в паразитическую сферу. А у нас об этом даже речи нет. У нас либерализация, наказание за мошенничество, финансовые операции и так далее. Еще раз, ставка очень важна. Центробанк виновен, но не единственный виновный. Главное – это наведение радикально. Порядка в стране. Кстати, если вступили в ИТО, и уровень порядка, и сроки за финансовые манипуляции мошенничества должны быть не меньше, чем у японцев, китайцев, американцев и так далее. Иначе никакой конкуренции быть не может. Спасибо вам за ваше мнение. О том, как денежно-кредитная политика влияет на темп роста экономики страны, мы говорили с бывшим заместителем председателя Счетной палаты России Юрием Болдыревым.